Друзья, всем привет! Сегодня я поделюсь с вами своим отдыхом в Турции. После высадки с самолета, мы подошли к вот таким вот стойкам, где нам сказали номер нашего автобуса, в который мы сядем. Все стойки были подписаны. Тур-операторы. Вокруг аэропорта находится вот такая красота. Горы, горы и еще раз горы. И вот мы уже сели в автобус. Все автобусы, как я сказал ранее, были подписаны, поэтому найти их было несложно. В автобусе вы сможете приобрести охлаждающие напитки. Все цены написаны на экране. Заранее могу сказать, что дорога была очень выматывающей и долгой, но не менее интересной, пока, конечно же, не наступила ночь. Мы наблюдали очень интересную инфраструктуру Турции. Вокруг были горы и леса. Ехали мы примерно 3,5-4 часа до нашего отеля «Класс Морэ Бич». Была также одна остановка длиною 15 минут. Там продавались гранаты, а также делался сок из этих самых гранатов и других овощей и фруктов. Весь прайс вы можете увидеть у себя на экране. Друзья, вот мы заселились в номер. И я могу вам сказать, что номер мне не очень сильно понравился. Он довольно старый по ремонту. Все уже отваливается и разваливается. Подушки были грязные. Было пятно под простынью. Но, друзья, все равно это компенсируется видом из окна. Друзья, вот такой вот прекраснейший вид. Видно с окна прям море. Гляньте, какая гора. Рядом магазин «Мигрос» возле номера. Тут, правда, единственное из минусов, что дорога. Ходят люди, ездят машины. И очень рано из-за этого просыпаешься. Тут вот бассейн огроменный. А вот морюшка. Друзья, утро следующего дня. И вот такой у нас завтрак. Это я себе выбрал. Взял чуть-чуть сладостей. Фрукты, хлеб. Очень красиво цветочки стоят. Вот что я себе взял. Два кусочка колбаски, помидоры, огурцы, оливки, два кабачка, картошка по-деревенски и кусочек хлеба. Итак, вот так выглядит пляж этого отеля «Класс Моры Бич». Бесплатные лежаки, все бесплатно. Мы даже оставляли на ночь наши полотенца там покрывала на лежаках. Никто ничего не трогает. Из минусов. И этот минус существенный. И даже не стоит ехать сюда из-за этого. Это дно. Дно на этом море было просто ужасно. Если человек не умеет плавать, то ему сюда вообще противопоказано ехать. Я нормально плаваю. Мне это как бы ничего неудобства не принесло. Если ты просто плаваешь, тогда да. Если ты становишься на дно, то ты моментально соскальзываешь, падаешь под воду. Также, когда начинается шторм, тебя накрывает волной, и ты не выдерживаешь, подскальзываешься и падаешь. Моя сестра не умеет плавать, поэтому она два раза тонула из-за того, что заскальзывала с этого дна. Что я еще могу сказать, что плохой номер и плохое дно на море компенсирует прекраснейшая, очень вкусная еда, которую здесь кормят. Это, мне кажется, лучшая еда, которую я пробовал за последние пять лет точно. Также из минусов, друзья, то, что иногда выключают свет в отеле ненадолго, но все же это есть. Если с утра выключили свет, значит целый день будут проблемы с ними. Хотелось бы также поделиться тем, что начался шторм, и приходилось купаться в бассейне. Бассейн в это время уже довольно-таки холодный. Перед вами развлечения и цены на них, которые можно приобрести в этом отеле. А вот такие вот закаты были каждый день, и они просто прекрасны. Друзья, вот море, вон там горы, вот тут такие ларьки. Хотел бы показать очень интересную машину. Fiat 124. Очень похож на копейку. Практически нет отличий, но отличие вот. Задние фонари. Очень красивая машина. Сейчас покажу выход к морю. Вот, друзья, подземный выход к морю. Отель Class More Beach, как я уже говорил ранее. Вот такой спуск. Очень гостеприимные люди. Сейчас покажу полностью переход. Вот такой вот переход, друзья. И сейчас подойдем к морю. Покажу вам. Загораются фонари. Вот, друзья, море. Смотрите, какая красота тут детская площадка. Смотрите. Уже волны утихли. С утра были сильные волны. Сейчас пойдем нырять, купаться. Вот, друзья. Еще хотел сказать, что нам очень сильно повезло и как раз проходила в отеле «Турецкая ночь». Очень много всего вкусного, очень много всего красивого можно сейчас было увидеть. «Турецкая ночь» проходила вроде бы в понедельник, хотя обычно они проходят раз в неделю, только по пятницам. И было написано также, что в Бунзах, что уже не проводится «Турецкая ночь». Но мы приехали и нам очень повезло, она была и мы наблюдали очень красивые виды. А также очень вкусную еду ели. Друзья, мой отдых в отеле к концу и я хотел бы с вами обращаться. Если вам понравился этот ролик о отдыхе в Турции, поставьте лайки, а также подпишитесь на канал «Бодрый отец». Всем пока!